Обратите внимание, мы начали записывать блог, 60 кадров, поэтому нужно чуть больше света и картинка шакалится. Я вам небольшой лайфхак расскажу. Катя очень любит молоко, ну вернее сливки, да, кофе. И у них есть проблемы, если их сильно подогреть, начинается сверху такая пенка говняная. Вот кто-то может быть помнит в детском саду каша с пенкой, вот это, ай вкуснятие. Пленочка. А я вам сейчас покажу, как правильно согревать, чтобы меня не было. Идем к микроволавке, ставим свч на 300 ватт, не больше, иначе будет закипать. Прям минимальный режим, ну почти, тут самый маленький 180, но это мы до утра будем греть. Так, ждем, ждем, это именно у нас такая моделька. И на 2 минуты 30 секунд. Оно будет теплое, без пенки, и я тебе потом валю в кружку и будет просто огонь. Пока оно греется, хочу поделиться надеем. И меня на компе реально тупит YouTube. Я поставил себе outline, который он несет на мобилках. Все равно не спасает. На мобилке все хорошо. Но я читал новости, что мобильный трафик это пока не заправит. А вот как раз приставки, телеки, компы реально вижу тупит. То есть я по перемотке, у нас 500 мегабит канал, ну обычно быстро, знаешь, так, тык-тык-тык-тык, все перематывается. Сегодня я Дубровского смотрел. Ублить 10 лет назад. Ну, кружок я показываю, имитирую, так скажем. Вот. Мне это не нравится. А знаешь, чем мне это не нравится? То, что и у других зрителей такая же проблема. Упадут просмотры. Непонятно, куда заливать. Альтернативную площадку я пока не придумал. ВК-видео я так и не смог привыкнуть. Рутуб. Мне кажется, это вообще залуба полная. Платформа от Russia Today. Гавен работает. Я туда зашел, мне вот как раз подписчик Игорь скидывал ссылку. Я начинаю три ролика туда грузить. И прикинь, вот проблема. Три загрузил, два нормально, один с ошибкой. Охуеть у меня платформа. Просто непонятно. Ну, буду на бусте покалить. Не знаю, что делать. Ты что, в рот отхилешь? Чихнуть хочешь? Ты сейчас будешь ругаться очень сильно. И еще один лайфхак от Кати. Как правильно греть лепешки, которыми можно убивать. Дай-ка попробую сломать. Нет, я только сегодня полы тут подмела, все помыла. Нет. Она, короче, включила, все как надо. Вырубила. Ну, для того, чтобы гриль был прогретый. Положила вот эту замечательную лепешечку. Вот. И она превратилась... Ну, все, хватит меня тут вот это. Очень, очень твердую субстанцию. Ей убить можно. Какой звук. И смотри, если заточить, то превратится все это в нож. Да, реально остро. Очень остро. Ну, все, вот так. Молодец. Все, и пока... Подожди, пока мы тут это с тобой болтали, у нас... Все. Давай покажем, что никакой пенки нету. А то вдруг не поверят. О, смотри. Красота. И оно тепленькое. Че, макароны по вкусу? Ну, че, макароны нужно убрать в холодильник. А то ты их есть, потом не будешь. Надо, надо. Так, тут все есть, да? Мне осталось только влить воду и сливки. Вода налетна у меня. Окей. Я тут над Катюхой угораю, когда она у себя в машине приливает напитки, сразу... А у меня льет. Да ладно, Андрюш, че такого? Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Как у себя. Сразу все капельки. Ребят, просто знаете, что он нагоняет? Да, конечно. Как только я у него че-то разливаю, а такое происходит очень редко, я сразу извиняюсь, беру сухие салфетки, влафинь салфетки, все от... Это в последнее время. Я заметил тенденцию, только когда ты права получила. Когда начала ездить. А до этого нехотя так пролила возле розетки. Неправда. Один раз, знаете, куда она мне залила водичку? Вот сюда. И у меня тачка ошибку писала, типа ремень. Тю-тю. Вот она я знатно пересрал. Пересрал. Ну, потом все восстановилось. Блин, я всегда все вымываю, извиняюсь по тысяче раз. А ты как батя начинаешь вот это. Вот, ты это сделала, как так можно. Да я тебе отвечаю, каждый мужик за свою машину, он вот так вот начинает скрупулезно все крошечки, фигурочки. А женщины не так. Да, конечно. Ну, не знаю, у меня чище в машине. Ну, я же не стерва какая-то, я всегда извиняюсь, прошу прощения, вытираю все, вымываю. Ты молодец. Только что нагнал на меня, и говоришь, молодец. Все. Не, ну, в последнее время, а до этого не, не молодец. Не правда. Вот правда. Всегда извинялась. А как вам картинка 60К? Плавненькая, классненькая. Единственное, шакалится она, когда чуть-чуть темно. Но в целом, мне кажется, классно будет. Один из самых популярных вопросов на канале, как я пришел в IT. Я вот сейчас очень краткую версию расскажу, быстренькую, прям буквально на 5 минуточек, а потом запишу цельный видос. Ну, кому интересно, посмотрите. Залью ее на бусте. На основной канал, наверное, не буду. Ну, кому их нужно? Потому что я вот это записываю отдельно. Правда, дуа, что ты, блин, не смотрит. Кто не знает, изначально я работал в налоговой инспекции, в отделе камеральных проверок, МДС-экспорт по нулевой ставке. Классная работа, в кавычках, платили мало. Это все по наставлению родителей пошло. И в какой-то момент я такой думаю, бляха-муха, ну как же мало мне платят. Надо что-то с этим делать. И я просто ночами стал изучать, как работают сайты. Я купил себе книжку PHP 3 и начал говнокодить, разбираться, как это все устроено. И в какой-то момент создал свой сайт. Там был варис, там была порнуха, фильмы, все это можно было качать. Я зарабатывал тем, что, вот, может быть, Алды помнят, были всякие файлы хостинга, RapidShare, MegaApplaud. Я туда вставлял ссылки свои, предварительно заливал туда всякое говнишко. Народ качал, и тот, кто покупал премиум аккаунт, мне капал копеечка. И в какой-то момент доход с первого сайта, он превысил зарплату в налоговую. Я думаю, ну нахер мне вообще там работать. Потому что налоговая – это просто полная жопа. Где каждый месяц присылают по 20 коробок документов, надо это все было проверять, писать решение. Плюс, как бы, госорганы – это та еще, как бы, история, ну, для определенного, так сказать, склада ума и характера. Не по мне. Вот. И дальше я после вайрезного сайта создал развлекательный. В тот момент были популярны фишки нет. Я плакал, может быть, кто-то помнит. Я всех этих чуваков знаю лично. Вот, с ними общался. Саша Рыбаку, который создал фишки, в том числе продавал один сайт. Он называется и до сих пор работает – acedco.com. За несколько тысяч долларов я его продал. Причем создал его очень быстро. Купил движок, натянул дизайн, напил его, привлек первый трафик с Реддита. Вот. И, Санек, у меня есть ресурс, не хочешь купить? Что-то мне западло заниматься. И вот так вот постепенно я, как бы, начал шароебиться в этой теме. Среди вот того, что я рассказываю, есть очень много деталей. Интересных. Но, в целом, увидите это в полном ролике. А пришел я, ну, собственно, в IT. Вот, итерационно, как самоучка. Изучал, изучал. И когда я решил, после того, как у меня были свои сайты, я там что-то зарабатывал, думаю, блин, может мне вообще прям полностью уйти, ну, как бы, в найм и там зарабатывать хорошие деньги. Потому что такая история была денежная. Появились продукт-менеджеры. Описания были, ну, достаточно размыты еще в тот момент времени. И первая моя работа, такая серьезная, основная была, это сайты Веру. Многие его знают. Я создал первую версию мобильного приложения. А попал я туда легко и просто. Пришел на собеседование. Там, короче, уже был продуктом Егор Данилов. Он сейчас ведет канал «Продукты не нужны». Достаточно известный в среде продуктов, ну, как бы, человек, не последний. И он мне задал какие-то вопросы. Я на них легко, свободно отвечал. Потому что уже разбирался в аналитике, в каких-то там моментах. Воронки, фигонки. Не те воронки, которые сейчас вот эти тёлки на всяких мероприятиях, нелюбимых мною, да, рассказывают. Воронки продаж и т.д. и т.п. А продуктовые воронки. Ну, и вот так постепенно я стал прокачиваться. Нигде не учился специально. У меня экономическое образование. Ну, в целом, помогает все равно мне. Так или иначе. Потому что работа продакт-менеджера – это аналитика цифры, гипотеза. Ты мне просто это рассказывал. Но это интересно, да? Так что, ребят, когда спрашиваете, куда пойти учиться, да пляха-муха, столько материала. Возьмите себя просто в руки и начинайте изучать. Все подряд. Виси, читайте. Блин, так виси вообще материалы. Это я, понимаешь, когда все это учил, блин, по крупицам, за рубежом все это выискивал. Ютубчик смотрел, всякую документацию на английском языке. А сейчас вот так вот предоставляют на тебе рите, только этого никто не хочет и не понимает, как бы подступиться, с чего начать. Кому интересна тема, то потом на бусте запишу. А так кратко, в принципе, все расскажу. Заслужил. Спасибо. Заслужил. Бляха-муха, что так холодно-то, а? Что-то какой-то чем кондей холоднючий, нет? Ну, 22 стоит, сделай побольше. А вчера был 23. Самое главное, Андрюшка, самое главное, с твоей аккуратностью. Да, я с венула-то в этом плане. Ну, я с вами, давай, пикхит в пакетик. А, в пакетик точно, забыла. Доброе утро, с вами проснувшийся Ежов. Смотри меня током, детка. Только умылся. Холодно так в клетке. Знаешь, что хотел рассказать? Я перед сном вчера думал о том, блядь, куда мне загружать видосы теперь. И мне во сне прияснилось, что я разработал приложение, ты туда загружаешь видосы, он сразу пуляет по всем соцсетям. Серьезно? Да, да. Ну, потому что, блин, ну куда, на Бусти, Рутуб. Рутуб многие не любят, ВК мне самому не нравится. Что у нас остается? Дзен? Не, ну дзен вообще, что-то не моя тема. Умылся плохо. Умылся плохо, да. Рожа еще такая кривенькая. Сейчас идем завтракать. Вот. Завтраканно. Ну, ничего страшного. У Кати тут музяка-танцевака. Сейчас будем есть вот яичинку и всякие ядства, которые Катя подготовила. Я надеюсь, меня слышно и музыка не перебивает. Все. Давай кушать. Стол у нас занят. Все еще боксом. Пойдем туда, к телику. Да ладно, пофигу. Пойдем, пойдем сюда, к столику. Я еще клавиатуру беру и нормально поедим. Мне так нравится, мы когда на улицу выходим, знаешь, ты такая смотришь на Вольву. Едем мы на ней или нет? Мне некто, но все равно. Не гонишь? Нет, я сейчас вообще про Вольву не думала. Я знала, что мы едем к Шкоде. Лицо у меня уже красивое. Выправила? Красивое, да. Все, отлично. Мы сейчас едем в центр, пока не решили, где приземлимся. Будем искать по парковке. Побродим, походим, что-то посмотрим куда-то. Зайдем, напиточек выпьем. Ну, вот какие-то такие планы. И параллельно Катя сейчас за кадром переписывалась со своим одноклассником Пашей, который занимается теннисом, тренирует. Я это к чему? Мне всегда очень нравился теннис. Хотел попробовать. Очень интересно, любопытно. Но как-то не знаю, я все не мог собраться. А так как у тебя есть знакомый, который этим профессионально занимается, можно выделить потом время и сгонять к нему. А все это меня натолкнуло после того, как я установил игру. Я рассказывал и показывал то, что у меня палец красный был от джойстика. Это топ-спин 25-го года. Плюс вчера мы ролики с тобой посмотрели с Уимблдона. И прям захотелось. Естественно, я не хочу доходить до уровня Синера или Даньки Медведева. Но вот просто так популять. Просто для себя попробовать, как это вживую ощущается. Да, это очень интересно. Опыта у меня ноль. Только на джойстике кнопки нажимать. Поэтому надо будет прям все азы изучать. Постепенно хотя бы учиться отбивать, подавать. И то подача, это на самом деле очень сложный прием. Ну, посмотрим. А вдруг у меня талант есть? Да. Никто же не знает. Я же с тобой буду пробовать играть. А так как я вешу 40, ну, 44 сейчас килограмма, у меня мощи-то в руках не так уж и много. А там прям сила нужна, чтобы все это обливать, подавать. Да, я знаю. Поэтому буду стараться. Вдруг у меня подача под 200. Я не знаю, что у меня есть такой талант. У меня сильные руки. Сильные. Ну, посмотрим, что это выглядит. На, когда ты меня на кровати зажимаешь, чтобы щекотать, вырваться нереально. Руки у тебя сильные. Не, ну, так если там армрестлинг, в принципе, моща есть. Так что с тобой попробуем. Надо будет выделить время, договориться. Заплатить по полторы тысячи с человека. Ну, сплит на двоих, да, с тренером. Плюс аренда корта. Он мне ответил? Он ответил, да. Сейчас с тобой все послушаем. Не, ну, без камеры послушаем. Мы голосовой записали. А, окей. Мы приехали на флакончик. Народу кап сделал. Непонятно, чего они ждут. Открытие магазина, да? День рождения. Сейчас с тобой немножко побродим. Всякое разное посмотрим. А потом мы поедим. Да. Какие тут книги классные в республике. Знаете, сколько вот такая стоит? Тринадцать пиццов. Тут даже пластинки были, насколько помню. Игры есть. Ну, и всякие приколдесы посмотрим. Короткая история Второй мировой. Некоторые книги, конечно, такие красивые, что прям хочется купить. Но у меня есть пока что почитать. Я тем более обленился в последнее время. Ну, выглядит это все прикольно. Вот. На, держи книжечку. Как ей читать? В кровати, да. Ой, больно. Прям на вену надавило. Очень тяжелая. Жесть. Килограмм 15 весит. Не меньше. Андрюш. Да. Я с тобой уже пустила, теперь на камеру. Ты книгу написал? Ну, меня зовут не Роберт. Андрей. Ну, ладно, так. Ну, да, да. Ты тоже примат, если что. Так-то. Ну, выгляжу чуть симпатичнее. Ну, это да. Есть еще один с пластинками. Но он не такой богатый. Там на хлебзаводе прям отдельный здоровый магазин с ними. Тоже зайдем, да, посмотрим? Дорого? Сочи. Ой, пишите. Сот рублей. Ну-таки прикольные. Батон у нас уже есть. А это? Это что? Это из какого-то мультика. Я такое где-то видела. Пчела, как из Майнкрафта. Верно, в Майнкрафте такие пчелы. Да, я помню. Хотели вот эту ванюшку в машину взять. Но, к сожалению, нету. Взяли кое-что для мамы. Покажи. Вот. Парфюм для дома. Сандаловое дерево, да? Кашемировое дерево я выбрала. Мне больше всего понравилось. Очень вкусно. Очень. Что-нибудь из сладенького хочешь? Вкусненького. Смотри, не попали стаканчики. Ну, оно должно как-то... Наверное, открыть надо, да? Как оно складывается? Мне не нравится. Да нефигня какая-то. Только что спросил у ребят. Все стоят в очередь на фотограф-сессию Ольги Сутуловой. Понятия не имею, кто это. Сейчас загуглю. Бляха-муха там стоит несколько часов. Давай смотрим. Кто такая Ольга Сутулова? Сутулова или Сутулова? Сутулова Ольга. Да, Сутулова Ольга. А, ну, я ее видела, да. Ну, я бы не простояла полдня. Не, нахер. У меня вообще, в принципе, вот этого, знаешь, нету, что знаменитость там бегает, что-то там пищает. Нахер надо. Если бы там Путин был, еще можно подумать. Олды на месте. Кто-то помнит вот такую конфету? Свистульку чупа-чупа. Скажите, не в курсе. Я потому что знаю. Ее вот так в рот запихиваешь и... У-у-у. Вот тут штучка такая. И свистишь. Классно? Да. Попробуешь. Сто лет таких не видел. В республике продается. На, потом заценишь. Вообще, дизайн-флакон для меня такое знаковое место. Потому что на Большой Новодмитровской находится офис Иви, где я проработал 4 года. Стеклотой вспоминаю эти времена. Часто сюда обедать ходил. А сейчас просто здесь гуляю. Много чего поменялось. Куча заведений каких-то новых открылась. Прикольно. Сейчас еще немножко с тобой побродим. И на клуб завод срулим. Там тоже чуть-чуть побродим. И мы, может быть, потом позорим. Я смотрю, там мои ровесники. И мы очень разные с тобой. Очень. Отличаемся. Я чувствую себя бабкой. Хотя, вроде, современная девчонка. Но, честно, я культуру современной молодежи не понимаю. Не знаю почему. Не влилась я вроде тусовки. Ну, я вам просто покажу еще раз на приближение. Это Катюхины ровесники и ровесницы. Не все, конечно, но большинство. У нас, на самом деле, с ним вообще разные жизни. Очень сильно отличаются. Чем занимаюсь я? Какие у меня сейчас планы на жизнь? Какие у них? Кардинально, я бы сказал. Ну, для меня, конечно, может, я суперфукстаркер и так далее. Но мне непонятно, как можно целый день провести в очереди. Для того, чтобы взять автограф. Наташ, ладно, не буду материться. А на хлебозаводе есть наша кофейня Дринкит. Я про нее уже рассказывал. Это умная выдача. Прикольно. Вот это очень вкусно. Сырной пенькой. Вообще пушка. Открыть меню. Вот, какая красота. Дизайнер, который делал дизайн этого приложения, он просто вообще умничка. Да, выглядит все очень круто. Все интересно, да? Да. Это она? Да, это она. Скажи, охеренно. Она соленая. Охеренно, да? Это как соленая карамель. Только сыр. Только сыр. Это вкусно. Сейчас опять скажут, что это реклама, но это действительно надо попробовать. Очень вкусно. Это что-то непонятно. Первый раз попробую, но это очень вкусно. Оля-ля. Главное, на камеру нельзя, а так ходишь по улице. Ты приближаешь. Просто у меня сексуальная девчуля. Там сумочки из Би-Би-Би-Би-Би-Би-Би-Би. Я не могла бы сказать, как это плетется. Это очень сложный процесс. Пойдем посмотрим. Одну сумку плетут, блин, несколько суток. Это очень сложно. Верю. Я, кстати, смотрела эти мастер-классы, ну, в шортсах, как девчонки плетут. И даже у меня была мысль научиться самой себе сумочку сплести, потому что, если купить кто-то захочет такую сумку, то она стоит, там, не знаю, тысяч 15, наверное, 10-15. Дорого больше. Верю. Да, у нас мама такое любит. Такой? Прикольно. Ну, давай. Недорого вообще. Или зеленый. Она зеленый любит. О, тема. Да, давай. Поддержишь? Не могу. Давай, на. Вот такой мы маме выбрали. Двухсторонний в стиральной машинке, да, все можно? Да, в стиральной машинке. Супер. Ну, давайте его возьмем. Не удержи. А, нет. Такой есть. Другая сторона. Ну, тоже хороший. Давай ты по дизайну определяйся. Вот, чтобы нам было легче походить на моем состоянии. О, для этого. Подкладываемся. Еще раз, давай. Станишки для меня, да? Ну, уж реально. Не хочешь? Это тебе, а вот это мне. Да. Поэтому сейчас. Класс. А тут лягушки, да? Да. Лакосты по-русски. Семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Молодцы. Хорошо. Разные стороны. Можно вверх тянуться, можно вниз. Можно куда-то в сторону, либо к себе. Не, ну мы правда дома засиделись. Погода вообще супер. Ни одного улочка. Очень револю. Надо тебе татушку такую сделать. Это просто переводилка. Да. Но такая маленькая, изящная, мне кажется, и подойдет. Только вот сюда. Ну, куда ходишь? Дай еще раз покажу. Китянский. А это мы в магазине Доктор Хэд. Наушнички тут, конечно. Ого-го по ценам. Видала цены, да? Это усилители для наушников. Охигеть. Ну, вообще не разбираюсь в этом. Ну, это еще не предел. Как тебе? 375 косарей. Это типа какой-то прям супер-супер крузовый звук? Да. Ну, если у тебя офигенные наушники, музыка, лоуслис формат, там, вейв или какие еще, не помню. Вот. Чтобы все басы и все тонкости музыки слышать. Ну, естественно, для этого нужны наушники вот типа того. Вон, почти 400 косарей. Кулончик ТО. Красиво, да? Очень. Ой, хорошая какая, а! Да. Блин, грузится, мальчик. Мянь. Мянь. Вся мокрая. Ну, все, ты счастлив у меня? Да. Выгулил? Очень счастлив. А вот у здания Иви. Серого цвета. Сейчас там будет чуть дальше. Справа, смотрите, логотип Иви. Вот тут я и работал. Несколько лет. Вот сейчас как-то будет выглядеть. Видно? Да. Все едут в ту сторону и будут стоять в пробке. А мы сейчас объедем врачу на Адмитровске и обратно нырнем на Адмитровске. Ты лэв-хакер. Звоним ням-нюньке. Сейчас поедем ее заберем и прокатимся еще немного в центр. Подарочки подарю. Ой, я испугалась. А ты не через машину? А что она не через машину? Не знаю, она через телевизор. Не через машину. Ма, здорово. Через 17 минут у тебя будем, выходи. Прокатимся чуть-чуть. Хорошо, мы логово стерейком. Господи, сейчас кто-то запрадается. Ну давайте, все, 17 минут. Давай, давай. Сейчас Катюня будет подарочки дарить. Выходи. Давай, выходим. Как выходить тогда? Ну там просто подарочки немножко купили. Вот, поэтому сюда за... Вы не пускаете нас. Первый. Так, сегодня начнемся? А, да. Привет. Поцеловаться. Да. Ой, способ. Андрей заказал. Понятно. Ну это тебе для мыла, да. Это первый лот. Не все еще. Второй лот. Сегодня день подарка? Да. Для дома, для семьи. Ой, это что такое? Парфюм. Парфюм. Для дома. Это как? А если ты сейчас покажу? Надо открыть. Как великолепие это открывается. Вот так. Держите. Да. Все достанем. Держи. Вот так я. Ну, Тёме дай. Вот эти палочки. Сейчас откроем, чтобы мы понюхали. Нам очень сильно запах понравился. Ну вы же знаете, я люблю. Знаем, поэтому и купили. Сейчас есть штучки. Тёма, держи. Спасибо. Мусор Тёме. Тоже тебе? Спасибо. Знала бы я, как это работает. О! Ой, как вкусно. Это кашемировое дерево. Ого. Эти палочки нужно внутрь вставить. Да это я знаю. У меня же есть такая уже. А я теперь не знаю, как её закрыть. Вот сейчас так и поедем. Она не закрывается, да. Ну, этого быть не может. Не-не, точно закрывается. Главное не разлить. Да. Кашемировое дерево. Классно пахнет. Закрываем. А вот эту надо как-то натянуть сверху. Держишь нормально? Да, держу её крепко-крепко. Так, нет. Ты будешь натягивать. Давай я буду держать. Нет, я не могу с камерой. Давай я. Буду держать, а ты натягивать. Мне кажется, она не натянется уже. Да ничего не будет, если вы вставите и прямо поставите. Конечно, просто в коробочку. Давай тогда снова. Она же ведь всё-таки с пробочкой. Ну да. Кобочка открывается. Ну ничего, потихоньку и всё. Ну давайте я домой отнесу, чтобы проблем не было. Прям плотно, чтобы пробочка эту не открывала. И внутрь. Как-нибудь запихнём. Красивая, да. Уже назад не получается так? Да я. Ну ладно, давай сейчас это всё подарим, а отнесёшь просто домой. Тогда держи. Только пряменько. Всё, я пошла уже. Нет, это ещё не всё. Тогда вот это так держишь. Пожалуйста. Вот. Идём дальше. Ещё? Ещё. Что это сегодня у нас такое? А мы гуляли, гуляли. И покупали всякое. Ну, давайте, открывайте. Карма. Сверху. Видели, что написано? Коряга, пески. Пески. Коряга, пески. Это песок и коряга. Очень вкусная свечечка. Ух ты, коряга и песок. Да? Ой, вообще класс. Ну-ка. Прикольно. Вкусно, скажите. Угу. Вы знаете, что мама любит? Ароматы разные. Знаю. Собирает. Собирает. Ну, это ещё не всё. Да ладно. Да серьёзно. Тёма, вот это вот смотри. Ладно. Вот смотри. Теперь можешь вот эту? Всё, это можно убрать? Ну что? Да, это пусть пока здесь. О, вот это что такое? Это ковёр. Ковёр мы припёрли. Ну, двухсторонний. С двух сторон можно. Это вы где его взяли? На флаконе купили. Это что? Да. Как вам расцвет? Вообще моя. Чё, нравится? Ну да, проходит. Здесь посветлее. Вот эта сторона. А другая потемнее. Это вы сегодня накатались? Да, сегодня накатались, да, накупили всякого разного. Спасибо. Про маму не забыли. Нам подарки привезли. Ну, сходите тогда с Темой вдвоем. Он поможет, если что. И все, потому что все-таки не жалко. Спасибо вам большое. Ну да, если разольется. Подержи пока. Тимош, давай вот эту вот мы с тобой от бумажки освободим. Ну что, рада, ма? Давай вот флакончик положим. Ма, рада? Да. Сейчас буду целовать, пока вот эту вот историю надо закрыть. Или не надо ее уже закрывать. Да ладно, забей, в руках донеси и все. Да, да, да. Можно протекать сейчас будет, я лучше дома сразу поставлю. Все, мы тогда пойдем отнесем с Темой. Тимош, давай вот это выбросим, нам не нужно уже туда положить. Ну что, пойдем, ма? Вам никому ничего не надо? Нет, нет, ничего не надо. Ну тогда мы сейчас придем, да? Давайте, давайте ждем. Ой. Все, мама счастлив. Да. Ковер точно ей понравился. Я просто не знаю, куда она вам будет класть. Найдет. Потому что в зале-то у нее ковер большой, классный. Шикарный. В спальне тоже ковер, мама лежит, да? Да. Да, лежит. Ну, что-то придумает. В ванну или в прихожую? Ну, он большой для прихожей, мне кажется. Ну, я думаю, придумает. Ладно. Можно кухню положить. В это неуютная кухня. Потом как-нибудь приедем, мы как раз заценим. Пахнет. Очень вкусные свечки, мы ее аромат для дома купили. Вообще кайфовое. Говорил Катюню, раскрыть эту конфету, свистульку. Какая же ностальгия, ты бы знала. О, свисти. Кайф. Жесть, такой звук странный. А, кисленькая. Это такой звук должен быть? Да, да. Раньше на каждом углу они продавались. Сейчас это уже в диковинку. Да. Да. Ой, господи, как громко-то стало. Мы тут катаемся по центру и обратили внимание, что вот все мосты уделаны живыми цветами. Просто тысячи живых цветов. Можем себе позволить. Это максимальное приближение. Там вообще миллионы этих горшочков маленьких. Не видел я такого. Красивый сегодня день. А мода шикарная. Сейчас поедем в Додо. Приятного аппетита всем. Тимон. Хороший получился денечки. Я очень доволен. И погуляли с Катюшкой, и маму с Тёмиком тоже выгулили. Вкусно поели. И сейчас едем домой. И прежде чем закончить этот влог, я обещал вам рассказать про щетку, которую купил несколько влогов назад. Panasonic. Что-то там с чем-то. Понравилось. Очень хорошо чистят. Прям здоровская. Три режима. Normal, soft и какой-то там отбеливающий. Я на нормальном, обычном. Чищу зубы. Замечательно. Вообще ни разу не пожалел, что я взял. Думал, что Курапрокс это прям топ. Но из-за того, что она 33 тысячи оборотов, я действительно очень хорошо чистят. Для того, чтобы ты заценила эту всю историю, надо просто в маркетплейсе дополнительные насадки купить. Они стоят там полторашку, если не ошибаюсь. Не прям космос. А Курапрокс 3 800 со скидкой. Две штучки. Представляешь какая разница? То есть они даже дороже, чем наши обычные вот эти на дохерища тысячи щетинок. Сколько там? 12 с чем-то, по-моему, если не ошибаюсь. Вот. Так что классная штука. Рекомендую. Нашли место у дома. Только единственное, тачки слева и справа очень близко находятся. Поэтому сейчас придется мастерство акробатики применять. Танцевые чата.